Саламат Сарма, Хурметто Дандастар, здравствуйте, уважаемые соотечники. В этом прямом эфире я хочу сделать сегодня очень важное заявление, озвучить ключевые цифры, чтобы вы ясно понимали о ситуации, которая сейчас сложилась в нашей стране. И, соответственно, я хочу на основе этих данных предложить действовать активно, действовать активно и добиться перемен в этом году. Уважаемые друзья, мы объявили к 6 июля о проведении общенародного освободительного протеста в Астандык. Недавно, 9 июня, мы запустили этот протест, и мы 6 июля продолжаем развитие этого протеста. Вы все слышали данные Министерства внутренних дел, которые заявили в итоге, после двухнедельного практически молчания, озвучивания фальшивых цифр, что якобы количество задержанных превысило 4 тысячи. Я хочу вам сказать, что в России, в Москве и в Московской области на марше миллионов в 2012 году было задержано всего около 5 тысяч человек. Вдумайтесь, на марше миллионов было задержано около 5 тысяч человек. В Казахстане же буквально за пару дней было задержано тоже около 5 тысяч человек. Это о чем говорит? Это говорит о том, что то недовольство, которое накапливалось годами, оно сейчас выплескивается, выплескивается, и это уже невозможно остановить. Какие бы полицейские силы этот режим не использовал, народные возмущения, протесты уже невозможно остановить, они будут только нарастать. Я уже говорил, что по всей стране именно тех полицейских, представителей Национальной гвардии, всего лишь несколько десятков тысяч человек. Всего лишь несколько десятков тысяч человек, при том, они все являются вашими детьми, вашими внуками, вашими друзьями и знакомыми. Мы все время говорим, и я убежден в этом, что наступит момент, когда эта немногочисленная часть полиции, по сути дела, перейдет на сторону народа, как было в Армении, в других странах. Мы тоже к этому придем. Да, сейчас какие-то отдельные представители полиции, они действуют довольно жестко, но основная часть полиции ведет себя сдержанно. И именно от нас зависит, чтобы эти люди, эти полицейские, ваши дети, перешли на сторону народа. Я думаю, что этот час близок. Уважаемые друзья, мы знаем, что этот режим пытается вести вас в заблуждение, создают какие-то площадки диалоговые, говорят, что мы пойдем на компромисс, давайте договариваться. Ну, о чем можно с ними договариваться, если сам нынешний исполняющий обязанности, или теперь уже настоящий президент, как бы, Такаев заявил, что они с Назарбаевым 3,5 года назад договаривались, что он станет вторым президентом страны. То есть, по сути дела, вы видите, что эти выборы были фальшивые, все было смонтировано, кандидаты были в виде кукол, и они просто реализовывали свой план, который был задуман ими 3,5 года назад. В своих планах они вообще не думали о народе. В своих планах они даже не думали, что народ может проголосовать по-другому, потому что итоги выборов, как вы знаете, ими сфальсифицированы, они фальсифицированы всегда за период 30-летнего правления Нурсултана Назарбаева. И они это же сделали и на нынешних выборах. Тысячи наблюдателей показывают вам итоги бюллетеней, показывают, что практически на всех участках были тотальные вбросы, были показаны фальшивые бюллетени, которые были заранее заготовлены представителями действующей власти. Поэтому, когда нелегитимная власть в лице Токаева говорит, что давайте договариваться, о чем можно договариваться с лживой властью? О чем можно договариваться с куклами подставными, которые власть заявляет и таким образом хочет сбить протестный накал? Все это уже было. Все это уже было. Создавали всякие разные комиссии, называемые НКВД в народе и так далее. И все попытки создания новых диалоговых площадок это, по сути дела, попытка обмануть народ. Как вы знаете, совсем недавно еще Назарбаев, будучи президентом, заявлял, что до 1 апреля нужно решить вопрос в пособие с матерями. Но апрель прошел давно, уже июнь вторую половину перевалил, но никакие вопросы не решились, и мы знаем, они не решатся. Сейчас я хотел бы озвучить, на ваш взгляд, может быть, фантастические цифры, но это реальность. Сейчас, чтобы эфир не затягивать, я озвучу основные цифры, и сегодня я еще раз выступлю уже детальным анализом всех тех моих заявленных цифр, чтобы вы понимали, что все это реальность. А реальность такова, что нынешняя власть в лице Нурсултана Назарбаева ежегодно ворует у страны минимум 30 миллиардов долларов. Вдумайтесь. Минимум 30 миллиардов долларов это политическая верхушка во главе с Нурсултаном Назарбаевым, ворует на всех уровнях, в национальных компаниях, через разные тендеры, через воровство областных и региональных бюджетов, через национальные компании, через нефтегазовый сектор, через горно-металлургический комплекс. Все эти предприятия, Казахмыс, Касынг, Евразийская группа, крупнейшие нефтедобывающие предприятия, это все находится во владении и под контролем Нурсултана Назарбаева. И поэтому именно там происходит тотальное воровство из бюджета страны, из бюджета компании. Минимум 30 миллиардов долларов США. Давайте поймем, что такое 30 миллиардов долларов США. Все золотовалютные резервы Национального банка страны на данный момент составляют чуть более 28 миллиардов долларов США. Эта сумма накоплена с 93-го года. Вдумайтесь, все резервы Национального банка с 93-го года составляют чуть более 28 миллиардов долларов. А эта политическая верхушка во главе с Назарбаев каждый год крадет минимум 30 миллиардов долларов. Что такое еще 30 миллиардов долларов? Сам республиканский бюджет страны годовой составляет сумму менее 30 миллиардов долларов США. То есть вы понимаете масштаб воровства, который существует в нашей стране. Это говорю я вам как экономист, как один из ведущих бизнесменов страны. И каждая моя цифра она просто аргументирована и это не просто слова. Сегодня я подробно об этом еще более детально расскажу. И получается какая ситуация? Назарбаев обладает состоянием личным. Не менее 200 миллиардов долларов США. Его зять Тимур Кулебаев только по официальным данным обладает состоянием свыше 7 миллиардов долларов США. Думайтесь, только официально. Все списки Forbes, первые лица, которые стоят, это все партнеры или подставные лица Назарбаева, как Владимир Ким с состоянием свыше 3 миллиардов долларов, а это собственность Назарбаева, как евразийская группа, и ряд других миллиардеров, они все являются подставными собственниками Нурсултана Назарбаева. Вот представьте себе, что одна верхушка, одна семья в лице Нурсултана Назарбаева владеет состоянием свыше 200 миллиардов долларов США, а бюджет нашей страны составляет менее 30 миллиардов долларов США. И ежегодно эта политическая верхушка крадет у страны минимум 30 миллиардов долларов. Все резервы страны, абсолютно все резервы страны, включая Национальный фонд, который якобы принадлежит будущим поколениям страны, и резервы Национального банка составляют около 87 миллиардов долларов США. Я вам называю большие цифры, вдумайтесь, то есть наша страна по своим возможностям является богатейшей, при этом наши граждане нищие, получает заработную плату 60, 90, 100 тысяч тенге, власть рассказывает о каких-то мифических зарплатах 200, 250, 500 тысяч тенге, все это ерунда, вы все прекрасно знаете, что даже 100 тысяч тенге для многих является большим благом. И вот представьте себе, что эта политическая верхушка обладает сотнями миллиардов долларов и крадет каждый год из бюджета и из разных компаний, национальных компаний, якобы частных компаний, которые украдены у государства, минимум 30 миллиардов долларов США. То есть чем больше эта политическая верхушка во главе с Назарбаевым находится у власти, вы должны знать, каждый год минимум 30 миллиардов долларов США уходит в их карманы. Чем больше мы терпим, чем больше мы сидим, ждем, тем больше эта верхушка богатеет. Более того, из этих средств они кидают сотни миллионов долларов на то, чтобы подавить народный протест и таким образом удерживать власть и далее. Вы видели, на улицах страны появлялась полиция в большом количестве, какие-то представители национальной гвардии, все прочее. Это все делается для того, чтобы продолжать удерживать свою власть, потому что каждый год эта политическая верхушка крадет минимум по 30 миллиардов долларов США. В этой связи вы, наверное, должны прекрасно понимать, что все программы демократического выбора Казахстана, о списании кредитов, ипотечных займов, бесплатном образовании государственном, бесплатном медицинском образовании, это все реальность. Все те деньги, которые сейчас в нашей стране есть, плюс которые крадутся, если мы их перекрываем, наша страна станет совершенно другой. Я обращаюсь к нашим сторонникам и призываю нам объединиться, действовать энергичнее, быстрее, чтобы именно в этом году мы добились успеха. Мы можем добиться успеха 6 июля, мы можем добиться 6 июля, если мы объеднимся. Я уже озвучивал цифры, достаточные для того, чтобы добиться смены режима, мирная смена режима. Нам нужно получить минимум десятикратный перевес во всех крупных областных центрах в Алмате и в Астане. 3-5% от численности населенных пунктов того или иного города достаточно, что мы получили десятикратный перевес относительно сил полиции, которые как-то защищают режим. В Алматы 3-5% это 60-100 тысяч человек. В Астане, где проживает миллион человек, 3-5% это 30-50 тысяч человек. Вот такое количество людей, когда мы выведем на улице, мы сменим режим буквально в один день. 9-го июня показало, что мы в состоянии выводить большое количество людей. Что мы предлагаем? Мы видим, как этот режим ожесточенно преследует всех тех, кто выражает несогласие с действующим курсом. Мы знаем, что этот режим, используя свои суды, они не являются независимыми, они действуют по команде власти, выписывают штрафы, сажают людей на 5-10 суток. Мы знаем, что очень много наших граждан, которые героически противостояли этому режиму, посажены в тюрьму, такие, как Макс Бакаев был в тюрьме, Талгат Аян, Арон Атабек, и таких героев много. И я считаю, что пришло время действовать решительно и просто посмотреть правде в глаза. А правда заключается в том, что мы выжидаем, а в это время политическая верхушка усиливается, миллиарды, которые крадутся, они затем направляют на определенные силы, которые используются для подавления народного протеста. Что мы в этой связи предлагаем? Итак, для того, чтобы добиться смены режима, достаточно полмиллиона человек по всей стране. 50 тысяч в Алматы, 50 тысяч в Астане и остальные других регионов страны. мы предлагаем следующее. Мы должны всех тех, кто проявляет волю, борется за будущее нашей страны, безусловно отметить, безусловно считать, что они делают вклад в будущее нашей страны. Именно эти люди своими героическими усилиями обедняясь, добиваются перемен, меняют политическую систему, меняют сознание людей и пока на острие таких людей тысячи, но нас должно быть десятки тысяч, нас должно быть сотни тысяч. Мы считаем, что все те люди, которые помогли и способствовали смене режима, должны получить вознаграждение, такое вознаграждение, которое покроет их какие-то риски. В этой связи, понимая, что этот режим крадет минимум по 30 миллиардов долларов в год, вдумайтесь, минимум по 30 миллиардов долларов в год, мы должны добиться, остановить это, мы должны добиться того, чтобы эти ресурсы перераспределились среди нашего народа. Даже если на улице нашей страны в один день выйдет 1 миллион человек, и каждый из тех, кто вышел и способствовал смене режима, получит от государства 10 тысяч долларов, это будет всего лишь 10 миллиардов долларов США. Но вы знаете, что эта политическая верхушка крадет ежегодно минимум по 30 миллиардов долларов США. даже даже если мы единоразово выплатим нашим гражданам 1 миллиону человек по 10 тысяч долларов, именно тем, кто способствовал переменам, именно тем, кто рискнул собой, рискнул своим благополучием, сделал вклад в будущее нашей страны, новой страны, демократической страны, даже если таких выйдет 1 миллион человек, цена вопроса всего лишь 10 миллиардов долларов. Хочу напомнить, что сейчас нынешние общенациональные резервы составляют 87 миллиардов долларов США и этих средств достаточно для того, чтобы решить все вопросы в нашей стране, все социальные. И в этой связи я считаю, что пришло время объявить именно такие действия, которые мобилизуют нашу нацию и мы добьемся тех перемен, которых ждет вся наша страна. Мы разработали механизм компенсации, компенсации для тех, кто пострадал от репрессий. И первое, мы предлагаем следующее. Всем тем, кто участвует активно в акциях по смене режима, именно тогда, когда мы добиваемся победы, это наступит день очень скоро, всем тем, кто в этом участвовал, активно выплатить компенсации в форме поддержки от государства по 10 тысяч долларов. Всем тем, кто сейчас участвует в акциях протеста и участвовал ранее, особенно это касается тех, кто поддерживал инициативы демократического выбора Казахстана, 13 марта 2018 Назарбаев объявил ДВК экстремистской организации. Мы так и не поняли почему, в чем экстремизм, если все наши программы, они носят именно мирный характер, но тем не менее, именно с 13 марта прошлого года этот режим начал преследовать наших сторонников за просто присутствие на акциях протеста с голубыми шарами и попали в тюрьмы Аблавас Джумаев, Осет Абишев и еще другие. Многие попали под штрафы, под различные санкции. Мы предлагаем выплатить по миллиону тенге тем, кто попал именно под административные аресты на двое суток, 10 суток под какие-то штрафы по миллиону тенге. Всем тем, кто попал в тюрьмы, мы считаем, что именно народный парламент, который будет избран после смены режима, разработал специальный механизм выплаты таким пострадавшим. К этим пострадавшим и относятся те, кто пострадал от действий власти Жан-Узени в 2011 году. Жертвам Жан-Узени мы предлагаем выплатить по 100 тысяч долларов за каждого пострадавшего. Всем тем, кто участвовал в конфликте на станции Щитпе и так далее, выплатить отдельно компенсации, которые должен разработать парламент. Необходимо, чтобы народный парламент разработал различные механизмы выплаты всем пострадавшим Жан-Узени и в том числе были различные правительственные награды наградить тех, кто действительно сделал свой клад за освобождение нашей страны от действующего режима. Уважаемые друзья, мы знаем, что очень много людей страдает за свои убеждения, например, религиозные убеждения. Мы знаем очень много мусульман и других, которые просто веруют, попали в тюрьмы и преследуются этим режимом. Мы даже не знаем, какое количество, потому что суды закрытые были. Мы знаем точно, что наша власть преследует людей за религиозные убеждения и по всем международным стандартам они считаются узниками совести. Мы считаем, что новое правительство должно разработать именно для них тот же механизм компенсации, выплатить значительные суммы за те страдания, которые принес режим Нурсултана Назарбаева и присвоить статус узников совести именно как политически преследуемых людей, преследуемых за свои убеждения, религиозные или политические. Итак, уважаемые друзья, здесь стоит вопрос теперь каким образом какой механизм компенсации. Существующие мы разработаем механизмы компенсации различные, механизм фиксации тех, кто участвовал. для этого достаточно будет видео, фотографии с места событий, где вы участвовали в митингах. Далее необходимо предоставить ваши протоколы различные задержания, любые доказательства, которые свидетельств о том, что вы являетесь пострадавшим от действий власти за ваши требования, чтобы произошла смена этого политического режима. Также во всех городах мы создадим общественные комиссии из публичных и авторитетных людей, которые будут работать на формировании списков участников именно освободительного движения Бостандык, тех, кто пострадал от последствий действий власти в Жанозене, в Щитпе, тех, кто пострадал за свои религиозные или другие политические убеждения, предстоит большая работа. Уважаемые друзья, я хочу сказать, что 6 июля мы выходим на общенародный освободительный протест. Еще раз, еще раз я хочу озвучить ту цифру, которая должна быть выплачена в качестве компенсации, в качестве вклада в будущее наших граждан для смены этого политического режима. 10 тысяч долларов именно всем тем, кто участвовал в освободительной борьбе и добился полной смены режима, полной смены режима. И всем тем, кто пострадал от действий режима, начиная с 13 марта, попал под административные штрафы, тюрьмы на 10-15 суток, выплатить по 1 миллиону тенге. Пострадавшим от действий власти жертвам в Женовзене выплатить по 100 тысяч долларов. Тем политическим заключенным, как Арон Атабек, Макс Бакаев и другие, мы считаем, что парламент страны должен разработать специальную программу поддержки и воздать должное нашим героям, наградить их правительственными наградами, а также должно быть обязательно материальные компенсации за те все страдания, которые понесли эти люди ради свободы нашей страны. Уважаемые друзья, вы сейчас должны просто вдуматься. 10 тысяч долларов каждому участнику, который участвует в освободительной борьбе. 10 тысяч долларов каждому участнику или члену его семьи, которые вместе с нами добиваются смены политического режима. И даже если на улице страны выйдет 1 миллион человек, то эта сумма составляет всего 10 миллиардов долларов. 2 вы должны знать, что этот режим минимум 30 миллиардов долларов ежегодно крадет у нашей страны минимум 30 миллиардов. Поэтому эти средства, которые мы выплатим всем участникам освободительного движения, составляют маленькую часть того, что крадет этот режим. третье не забывайте, что лично султан Азарбаев владеет состоянием минимум 200 миллиардов долларов США, не считая его родственников и приближенных минимум 200 миллиардов США. Далее вы должны знать, что все резервы страны именно Национального банка составляет чуть более 28 миллиардов долларов США. И в это время параллельно политическая верхушка крадет 30 миллиардов. Поэтому когда кто-то будет говорить, что вас пытается подкупить, не забывайте, что этот режим будет произносить эти слова, чтобы защитить свои 30 миллиардов, которые крадутся из бюджета страны. У нас с вами ежегодно и мы должны компенсировать нашим героям, нашим борцам, всем тем, кто устал от этого режима, кто хочет перемен. Эта сумма незначительная. Меня спросит, а где еще средства в нашей стране? Я хочу вам напомнить, что эта политическая верхушка обладает значительными активами внутри нашей страны и только имущество Назарбаева, украденного нашего государства, находящее в Казахстане, составляет минимум 50 миллиардов долларов США. Я сегодня еще раз выступлю и объясню, каким образом формируются суммы в размере 30 миллиардов долларов, но заверяю вас, вы будете убеждены, что это действительно так. Итак, друзья, мы сегодня озвучиваем это специальное заявление, чтобы вы понимали, мы к 6 июля заявляем о тех программах, которые по сути дела должны шаг за шагом привести к смене политического режима. Сегодня мы еще раз с вами встретим. До встречи в эфире, уважаемые друзья.